Всем приветик! С вами Виктория! Если вы тоже любите косметику и любите видео о ее покупках, тогда оставайтесь со мной! Субтитры сделал DimaTorzok Стоять перед их цветом яркий, насыщенный, красивый, такой сиреневый, переливающийся, очень красивый оттенок. К ним еще прикупила карандашик для глаз от Evelyn. Давно слышала хорошие отзывы именно об этих карандашиках. Говорили, что не отпечатываются на верхнем веке, хорошо носятся, без всяких проблем. Не знаю, как это будет работать на моем веке, потому что у меня все практически карандаши отпечатываются, если их тенями не прибить, так сказать. Но почему бы и не попробовать? Они очень дешевые, за такую цену, думаю, можно поэкспериментировать. Это у меня оттенок Plum. Механический карандашик, не надо подтачивать. Сделаю сейчас вам полосочку. Вот такой темнее, чем тени. И красиво с ними сочетается. Легко наносится, тоже по ощущению, на кожу руки. И, чтобы дополнить уже всю мою сиреневую фантазию, купила два лака. Тоже один посветлее, другой потемнее. Это фирма Maxi Color с гель-эффектом. Мне нравятся эти лаки. И, надеюсь, в ближайшее время я все-таки сниму видео о своей коллекции лаков. Давно же вам обещала. И тогда расскажу о них уже более подробно, покажу сводчей. И купила еще жидкость для снятия лака, не удивляйтесь. Тоже все сиреневенькое. Фирма Cielo. Это безацетоновая жидкость. И в отличие от других жидкостей такого же плана, действительно имеет приятный запах. Что бывает очень редко. Потом еще забежала в Литуаль. И прикупила там только полосочки для носа. Они мне нравятся. Они работают на мне. Здесь пять штучек в упаковке. Очищающие полоски. Бон-вояж. Ажиотаж. И последняя покупочка. Гель после бритя. Левия. Мурской. Давно обещала вам рассказать о нем в качестве базы под макияж. Рассказать свое мнение. Как видите, купила уже вторую баночку. Значит, наверное, понравилось. Что могу сказать? В качестве базы под макияж. Действие такое же, как и у хорошего увлажняющего крема. Естественно, после него тональная основа ложится более ровно. Распределяется, растушевывается легче. Но для себя я начала еще одно применение этого бальзамчика. Использую его после апелляции. Да, он отлично успокаивает кожу, снимает покраснение, предупреждает раздражение кожи. Если вы еще до сих пор сомневаетесь, но хотели всегда попробовать это средство, рекомендую. Если вдруг вам не подойдет или не понравится, знаете, кому отдать. Супруг, брат, папа, друг. Кому-то точно подойдет. Только вот смотрите, чтобы это был именно бальзам, не лосьон для очистительной кожи. Запах у него не совсем женский, но приятный, не сильный, причем быстро улетучивается. Надеюсь, вам понравилось это видео и вы возьмете кое-что себе на заметку. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал. Меня это очень мотивирует и вдохновляет на создание новых роликов. Так что спасибо, что были со мной. Спасибо за внимание. И до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok